Задай вопрос, Александр. Мне бы хотелось узнать, с какого момента всё это существует, и какие дальнейшие перспективы и пожелания, мечты, и всё такое. И цели, да. Существует всё это с седой древности, а если точно, то да-да-да, с самого начала времён. Сегодня мы встречаем гостей в Арт-КМ-галерее на Хрустальном переулке. И в рамках выставка знакомим наших гостей с историей из Тампа. И, как мною несколько минут назад было сказано, создаём мы памятник прошлым цивилизациям и памятник будущим цивилизациям. Буквально в техниках ручной работы, в резьбе по меди или нолеум. Создаём актуальные вопросы, почему мы докатились до той жизни, в которой мы сейчас очутились, почему в мире происходят войны, пандемии, почему власть бессовестная по всей планете. И как нам прийти действительно к светлому будущему. И как сказал руководитель проекта «Глобальная волна», как подойти к изобилию для всех и создать рай на Земле. Прекрасно, прекрасно, дорогие друзья. Видите, женщины собираются, собираются. Не только женщины, мужчины солидарны с женщинами. Не все, правда, но мы побудем всех остальных, кто ещё не пробудился, чтобы быть и побуждёнными, и пробуждёнными. Приятное с полезным, и можно без хлеба, как золыни-пух. Замечательно. Расскажи, что ты собираешь, ты говоришь, на планете Ру, ты собираешь на взрослых альбомах? Да, с 2017 года Игорь Чернышов и в дальнейшем я подключились к созданию вот такого монументального труда под названием «Аллегория 2020». Это альбом ручной работы, который говорит о глобальных проблемах, стоящих перед человечеством, среди которых мы видим толпу, мы видим потребителей, мы видим пандемию, чуму, мы видим слепую власть, мы видим обман историков, мы видим цикличность истории. И мы собираем средства на выпуск уникального альбома ручной работы, который будет состоять из 20 иллюстраций одной обложки, выполненной в технике времён Северного Возрождения Афорт. В этой технике работали Рембрандт, Дюрер, Босх затрагивал данную технику. И мы, занимаясь возрождением техник книгопечатания и стампа, на меде выцарапываем иголочкой под лупой. Вот подобные произведения, которые не только тиражируются, явились для человечества стартом к тому, чтобы человечество выпустило книгу, чтобы человечество начало возрождаться вообще, говоря, будь справедливым. Книга позволила человечеству выйти из тёмного средневековья и прийти в век нового просвещения. И мы являемся теми редкими мамонтами, которых не столь много осталось, особенно в России их меньше сотни человек, кто занимается подобных ювелирных техниках. Перед вами и медное клише. И здесь и сейчас можно ознакомиться как с самой техникой от мастера, где я вам могу рассказать во всех деталях, как это создаётся. Так мы можем подискутировать в живом формате о том, что сегодня происходит. Вот, коротко говоря, злой рок и благодетель – это банкиры и его шкуродёры, кабальная зависимость, где за звонкую монету люди не видят, что они не только себя в рабство пожизненное отправляют, а эти деньги стоят на черепах. Или к тебе – это колесо пороков и уголки добродетели. Каждый выбирает для себя жить в пьянстве, глупости или злобе, или заботиться о здоровье, быть чедрым человеком и заниматься вопросами семьи. Вопрос о цикличности цивилизаций, где раз за разом мы натыкаемся на одну и ту же проблему. Мы сами, люди, не понимая собственной ответственности, мы, будучи неосознанными, себя вгоняем в состояние катастрофы, среди которых есть такая иллюстрация по мотивам Данте Альгиера «Божественная комедия». «Выход для слабых» – там бурых листьев сумрачен навес, там вьётся в узел каждый сук ползучий, здесь нет цветов и яд шипах древес. Сюда попадает самоубийца. А вот об актуальном – это наш век. Если мы увеличим, мы увидим все крупные бренды, собранные. Вся наша планета превратилась в скомканный комок бумажки, который летает в космическом пространстве. Увидите здесь и религиозные знаки, и купюры, и глобальные корпорации. Если развернуть этот комок бумаги, мы увидим и более локальное. Бренды и те социальные шаблоны, за которыми вот эта вот толпа в чёрную пятницу спешит с пеной у рта. Например, очередь за айфоном. Толпа, загоняющая себя в бездну. Это плетье безумия. Вот именно на этот альбом мы собираем деньги, поскольку нам видится то, что тот мир, в котором мы живём, мир технократический, в котором клептократы правят планеты, это неприемлемо. Мы в очередной раз загоняем себя в бездну. А мы, как художники, в виде этих проблем, хотим донести до каждого рядового зрителя то, что каждый является участником глобального процесса под названием «Жизнь». И от каждой отдельно взятой шестерёнки зависит то, как мы будем жить, при каких условиях мы будем жить, и будут ли жить вообще наши дети. Так что вопрос... Цена вопроса не жизнь, а смерть. Всё правильно. Прекрасно. Можно потрясать. Прекрасный рассказ-лекция. Благодарим. И до встречи в Арт-Кайм-галерее на Хрустальном переулке. Да, отлично. Благодарю вас. У вас очень развиты речевые центры. Вообще-то застанок я просто даже не вздыхал. Не считаю то, что пару раз заикнулся, а так да. А к чему? Ну, собирайте же деньги. Собирайте книгу, да, на что-то. А, в таком случае, подождите, вы думаете, вы останетесь безнаказанными? Нет, вы наивно полагаете. А те, кто поддерживают проекты галереи, они, как я и говорил, останутся... Не останутся без внимания. И те люди, кто поддерживают нас, получают взамен вот такие небольшие подарки в виде оригинальных отисков. Между прочим, автор, почётный член Российской Академии Художеств Игорь Чернышов, «Рыба на прокат» — это вам. Спасибо, да. Золотая рыбка. И это будет храниться лет 300-400, поэтому, если реинкарнация существует, через 400 лет у нас будет возможность встретиться, поднять эту же тему, посмотреть, к чему мы подошли. И что произошло в итоге. В том числе. Ну, идём к тебе дальше, дорогие друзья. Спасибо большое. Так что, да, до вторника. Екатерина скинула мой материальчик небольшой? Да-да-да, начал изучать, конечно же. Я пока, в общем-то, посерьёзно не стал. Скорее, левой ногой по-быстрому. За пару часиков. А вот этот интересный. Напечатано? Я его напечатал. Ну, конечно. А это, кстати говоря, инсталляция называется «Аттракцион невиданной щедрости». Он выглядит именно так. Да, ну и правильно. А много людей из любопытства в этот аквариум запускало руку, но, к сожалению, рыбка оказалась позолоченной. А как это? То есть он запаян, что ли? Нет, нет, он не запаян. Просто это игрушки. Банк приколов. Это игрушки. Деньги такие. Это недостатки.